Здравствуйте! В эфире программа неделя. Транспортная проблема. Каждый житель нашего города знает о ней и ежедневно становится ее частью. Будь то автомобилисты или пешеходы. Транспортную проблему условно можно поделить на две составляющие. Пробки и отсутствие парковочных мест. Начнем с первой. Пробки. Особенно остро проблема провок встает в начале и конце рабочего дня. Закрытые переезды и огромное количество автотранспорта. Самые напряженные участки пути. Вот они. Утро. Улица Советская, Заводская, вдоль химкомбината стоят или автотранспорт еле движется. Улица Менделеева, Победы, движение напряженное. Вечер. Все те же улицы, все те же пробки. И так каждый день. Обычно вот утром и вечером начинают маневрировать тепловозы эти. Очень плохо выезжать. Неверский надо мост открывать, чтобы ездили вокруг. А не все ездили по одной дороге. Потому что одна всю на всю трассы. Одна из причин происходящего – огромное количество автомобилей и узкие дороги. Когда город проектировался и строился, никто даже и предположить не мог, что по нашим дорогам будут ездить десятки тысяч машин. В то время в одном дворе от силы было три автомобиля. В этой связи незаметные раньше переезды химкомбината в наши дни стали для Воскресенска огромной помехой. Мы соблюдаем установленный много лет назад регламент. Скажем так, максимальное закрытие переезда не более 15 минут. Объясню сразу, с чем это связано. Время взято не с потолка. То есть максимальная возможная длина выводимого состава с завода – 42 погона. Вместе с тепловозом это составляет порядка 700 метров. Соответственно, учитывая положение пути железнодорожного в плане, там ограниченность видимости, все такое, скорость у нас там максимально 5-7 км в час. Соответственно, чтобы весь состав проехал, занимает порядка 12 минут. Ну и плюс небольшое время на открытие-закрытие переезда. На пути воскресенцев, которые едут из центра в сторону Москворецкого квартала, стоят сразу 4 переезда. Но только два первых принадлежат химкомбинату. Остальные – российским железным дорогам. И стоять на них приходится зачастую дольше, чем на химовских. Плюс к этому с руководством химкомбината договориться проще, чем с руководством РЖД. Учитывая ситуацию в городе просто с автомобильным транспортом, мы, конечно же, стараемся минимизировать все эти временные, скажем так, затраты, как их назвать. То есть переезды в час пик, согласно имеющимся распоряжениям на заводе, закрываются только в случае крайней необходимости. Час пик мы установили, соответственно, с 7 до 8 утра, с 17 до 18 вечера. Но все-таки это периодически случается. Время полшестого вечера. Воскресенцы едут с работы домой. Но едут это громко сказано. Скорее, они плетутся. Улица Заводская снова стоит. Виной всему переезд. Только что его открыли. Еще один вопрос, который интересует воскресенцев. Почему поезд, проезжая переезд, вдруг останавливается и едет обратно? Люди воспринимают это как издевательство. На самом деле, локомотив просто перестраивается с одного пути на другой. На сегодняшний день самой большой проблемой воскресенские пробки стали для жителей южной части города. Вторая проблема – это возле химкомбината. Ежедневно вот эти железнодорожные переезды отрывают очень много времени. Если раньше я ехал спокойно от гиганта до доктора за 20 минут, то сегодня я уже трачу где-то час, а то иногда и больше. Существует несколько маршрутов, по которым воскресенцы могут добраться из центра на ЦЭМ «Гигант». Мы решили выяснить, какой из них удобнее и быстрее. Итак, какой же маршрут быстрее и безопаснее? Ответить на этот вопрос мы постараемся, проделав нехитрый эксперимент. Денис поедет на ЦЭМ «Гигант» по обычному автобусному маршруту. А моя коллега Ольга Ельна отправится туда же, но только в объезд. Мимо микрорайона Лопатинский рудник, по технологической дороге химкомбината, минуя участки пути с интенсивным движением и железнодорожные переезды. Стартуем мы с площади Ленина. А встречаемся возле ДК «Цементик» в микрорайоне ЦЭМ «Гигант». Наш маршрут, назовем его маршрут, один должен занять больше времени. Впереди нас ждут 7 железнодорожных переездов и пробки. Как ни странно, но для этого времени суток мы едем достаточно быстро. Посмотрим, как справляются наши коллеги. Кстати, что там у них? Объехав переезда мы совсем забыли о светофорах. Первый же поворот налево на пресечении улиц Советской Победы заставил нас подождать 13 минут. Ну вот, встали на первом же переезде. Посмотрим, что там. К счастью, простояли мы совсем недолго, меньше минуты, и снова в путь. По нашей полоте дорога довольно свободная, а вот соседняя в сторону центра забита автомобилями. Ждать это так утомительно. Наконец, мы едем до следующего светофора. Мы забыли, что при въезде в Крайно-Лопатинске их целых 2. В итоге 5 минут на одном и 3 на втором. А вот еще один переезд, принадлежащий химкомбинату, а за ним еще два, принадлежащие РЖД. Здесь-то мы точно встанем. Просто невероятно. Мы спокойно преодолеваем самый напряженный отрезок пути. Мы движемся по объездной дороге химкомбината. Здесь машин совсем мало. Нет переездов и светофоров. Нервы немного успокоились. Кстати, дорога более-менее ровная, а в темное время суток водителям помогает хорошее освещение. Поселок Красный Строитель. Мы четко следуем по автобусному маршруту номер 4. Выезжаем на общую дорогу. Интересно, где сейчас, Денис? Вот и все. Последний переезд и финишная прямая. Еще каких-то 100 метров. Мы практически на месте и, кажется, первые. Лично меня результаты эксперимента несколько удивили. На дорогу мы потратили всего 25 минут. Посмотрим, через сколько подъедет Оля. Ну вот, мы собрали не только красные сигналы светофоров, но и оставшийся переезд. Одно радует. Обычно здесь не стоишь дольше 5 минут. Кажется, они встали на переезде, который мы с легкостью миновали. Денис, признаться, сказать такой результат меня очень сильно удивил. 45 минут в пути. Как жители средней части города, я могу точно сказать, что это скорее исключение, чем правило. Ну, эксперимент есть эксперимент. И сейчас получилось именно так. Но надо сделать скидку на то, что мы поставили всего на двух переездах. И то совсем недолго. Еще один возможный вариант объезда злополучных переездов по Афанасьевскому мосту через Новлянский квартал. Эту дорогу смогла бы значительно разгрузить центр. Но проехать по ней сегодня нельзя. Афанасьевский мост еще закрыт на ремонт. С 1 ноября откроется движение транспорта по Афанасьевскому мосту. Предварительно руководство филиала УАО «Лафарш-Цемент» провело экспертизу о техническом состоянии и пропускной способности объекта. После открытия машины смогут двигаться по одной полосе. Также на объекте будут сохранены пропускные пункты, которые ограничивают движение грузового транспорта и предотвращают заторы на мосту в связи с односторонним движением. Капитальный ремонт моста компании планируют начать в следующем году. Зачастую большей проблемой в конце рабочего дня становится проезд по улицам Советской, Октябрьской, Победы и Менделеева. А водителю, например, надо попасть на Влянский квартал или на Бетонное кольцо. Проехать туда без серьезных помех можно понедавно. Отремонтированные дороги улицы Железнодорожная. Как избавить Воскресенск от пробок? На этот вопрос у начальника ГИБДД есть свое мнение. В общем, условия на текущий момент назвать катастрофичными невозможно. То есть пока еще город Воскресенск справляется с тем количеством транспорта, который здесь есть. На сегодняшний день в Воскресенске зарегистрировано 49 тысяч автотранспорта. По количеству автомобилей наш город почти ничем не отличается от соседних, Егоревской и Коломны. Однако проблема пробок, особенно в часы пика, здесь обстоит гораздо острее. Причина такого положения дел известна каждому воскресенцу. Промзона находится в самом центре. С этой проблемой, если бороться в действительности и в реалиях, бороться надо комплексно. Начиная с создания действительно хороших нормальных условий для самих горожан, то есть начиная с парковок, начиная с переработки, впрочем, полностью инфраструктуры транспорта, то есть схема организации движения, обновления и дислокации дорожных знаков, применение не только светофорных объектов, но и развязок в разных уровнях. Мы же не можем полностью исключить тротуарные зоны, парковочные зоны, расширив тем самым проезжие части. Мы не можем заузить проезжие части, расширив парковочные карманы. То есть все это накладывается одно на одно. В результате необходимо в комплексе рассматривать каждую конкретную улицу и отдельно, с учетом тех условий, которые нам предписывает архитектура данной улицы, уже разрабатывать на нее, скажем так, комплекс мер, которые можно хотя бы на текущий момент, но предпринять. Другая причина создания пробок – неправильные парковки. Люди ставят машину там, где им удобно. Экономят свое время, одни отнимают это время у других. Сейчас за парковку в неположенном месте водители наказывают штрафом от 100 до 300 рублей. С 1 января в административный кодекс правонарушений будут внесены изменения, касающиеся остановки стоянки. Штрафные санкции увеличиваются до полутора тысяч, а при создании помехи движения до трех тысяч рублей. Кроме того, с июля месяца будут определенные изменения со следующего года, связанные с работой штрафных стоянок, и порядком перемещения, и порядком эвакуации транспорта. Может быть тогда с особо нерадивыми нам удастся бороться в большей степени как бы действенно. А второй главной транспортной проблеме в Воскресенском – парковках. Сегодня вечерами наши дворы забиты автомобилями. Да что дворы? Все обочины дорог. Взять те же улицы Октябрьскую или Менделеева. Зимой из-за оставленных машин дорожные службы просто не могут нормально почистить улицы. В проблеме разбиралась Валерия Есюль-Вичутя. Автомобили буквально все заполонили. Слова из песни давно стали актуальны для нашего города. С каждым годом машин становится все больше, и все чаще слышны жалобы жителей на большое скопление автомобилей во дворах. У многих знаем, что у каждого есть гараж, но туда им лень тащить. Приезжают ночью, включают, вырубают музыку на всю катушку, дверьми хлопают, сигнализация работает. Все, человек встал больной, и всю ночь до утра ты не уснешь. Больше всего взмущает жителей то, что машины ставят на детские площадки и газоны. В некоторых дворах даже погулять уже нельзя. Ну, давайте так скажем, зимой, вот то, что в моем обзоре здесь вот, до 40 штук. Это мыслимо? Наталья Рысина безуспешно пытается вразумить своих соседей не ставить машину на газон, но эта мера не действует. Большинство воскресенцев склоняются к мысли, что порядок навести можно только более жесткими мерами. Раз что не ставили, потому что штрафовали, а сейчас не штрафует никто. За нарушение в виде припаркованного в неположенном месте автомобиля законом действительно предусмотрены штрафные санкции. Размещение транспортных средств, в том числе брошенных, разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также вне специально отведенных для этой цели мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Спросите у любого автомобилиста, сколько раз, подъехав к своему подъезду, приходилось искать место для парковки по окрестным дворам. Потому что перед домом и в его торце везде личный автотранспорт и даже пассажирские газели. Вопрос, что делать, крутящийся в голове автовладельца в этот момент, звучит почти по-гамлетовски. Где ночевать железному коню? Приходится отправлять его пастись на любимый газон под окном. Должны быть стоянки обязательно во дворах. У меня у самой машины, и это каждый раз проблема куда-то ее поставить. Я, конечно, понимаю, что они здесь мешаются на тротуарах, дети, так же с колясками не пройти, но все-таки. У этой наболевшей проблемы есть две основные причины. Первая – то, что наши дворы рассчитаны на минимальное количество автотранспорта. Ведь еще несколько десятилетий назад, когда велось строительство, считалось, что машиной будет в лучшем случае обладать лишь каждая шестая советская семья. С тех пор автомобиль появился практически в каждой семье и зачастую не один. Вторая – власти просто закрывают глаза на нехватку парковочных мест. Этот вопрос никак не решается. Как правило, создать дополнительные заездные карманы больше негде. Все дворовые проезды и так заставлены машинами. Автолюбители, жители дома 18 по улице Зелинского, даже приглашали в свой двор представителей районной администрации, чтобы путем компромисса решить эту проблему. У нас нет стоянки. Я же говорю, приезжал Бармашов, приезжал, обещали. Два года. В том году они даже не появились. Нам нужна стоянка. Столько места пропадает. Вот и приходится автолюбителям отвоевывать право на парковку у газонов, клумб и детских площадок, вызывая совершенно справедливое возмущение соседей. Эти сюжеты мы снимали в апреле. Спустя пять месяцев мы вернулись во двор дома 18 по улице Зелинского. Воз и ныне там. Все те же заезженные колесами газоны, пешеходные тротуары, занятые автомобилями разных мастей, и возмущенные жильцы. От отсутствия специально отведенных мест под стоянку страдают все – и пешеходы, и автолюбители. Все дороги заняты. Не проехать ни в подъезду никак с колеской. Надо что-то с этим делать. Где-нибудь отстроить для них парковку, чтобы они не здесь стояли, а там, в том месте. Чтобы здесь было свободно. У нас нет места вообще. То есть люди стоят, где попала машина. В принципе, надо парковку делать здесь. А вот жителям улицы Центральной в Лопатинском микрорайоне повезло больше. Их дворы участвовали в программе благоустройства и претерпели изменения. Появились заездные карманы. Работы, правда, не доведены до конца. На некоторых участках не положен асфальт, не засыпаны ямы. Но люди недовольны и по другой причине. Тех метров, что выделено под стоянку, на нужды домов не хватает. Пошире сделали. И вот это вот место пошире, но все равно машин, видите, не хватает места. Муж приезжает поздно. В общем, места нет. Поставить негде. Вот, наверное, кто где и паркуется, где найдет место. Как рассказали жильцы, к вечеру яблоку негде будет упасть. Заняты не только парковочные места, но и газоны, и детская площадка. По которой, кстати, и днем курсируют легковушки при наличии свободных мест для стоянки. Сам водитель Волги от комментариев отказался, но его супруга пояснила. В этом дворе все занимают определенные места. Ну, вы знаете, они не подписаны, но каждый знает свое. Вот мы уже не можем на чужое место поставить. Двор большой, парковочных мест не хватает, так что приходится вот занимать. Водители опасаются, что им повредят машину, если они займут якобы чужое место. Вот и получается, что всех испортил не только квартирный, но и парковочный вопрос. А он по-прежнему остается открытым. Что думают обо всем этом местные власти? Видят ли они выход из сложившейся ситуации? Мы поговорили с начальником отдела городского хозяйства. Руководство городского поселения Воскресенск осведомлено о транспортных проблемах города. Главное решение одно – расширять дороги. Но как это сделать? Взять тот же перекресток улиц Победа и Советская? Ну, здесь совершенно некуда расширять. То есть даже заездных карманов, которые хотелось бы сделать, да, то есть их сделать, ну, некуда. Либо с вырубкой вот этих каштанов, которые высажены, да, уже вот несколько лет они уже такие хорошенькие подросли. И инженерные коммуникации. А к Востоку и ВТС очень много проходят. То есть перекладка их – это дорогостоящее удовольствие. Ну, и по всем дорогам – то же самое. То есть центральная часть, она такая вся зауженная. Расширять просто некуда. Вопрос переездов решить сложно, но варианты тут есть. Конечно, запретить химкомбинату пользоваться своими же переездами нельзя. Этому огромному предприятию, трудоустроившему тысячи воскресенцев, надо работать и получать прибыль. Сейчас к нам поступило письмо с ПАТП, что в час пик, когда основная часть людей едет на работу, то есть поступают жалобы, что они опаздывают. Мы сейчас пишем обращение к ВМУ с часами пик, в которые хотелось бы, чтобы переезды минеральных удобрений просто было как-то сформировано или как-то отложено на какое-то более позднее время, когда уже основная часть людей уже приедет на работу. Может быть, где-то после девяти, чтобы основная часть вот этого переезда как-то закрывалась. Или, наоборот, в более ранние часы до выезда людей на рабочие места. Проблему переездов, принадлежащих российским железным дорогам, также пытаются решить. Но здесь все гораздо сложнее, так как придется оговорить вопрос транспортного взаимодействия сразу между несколькими городами. Огромные сложности стоят перед городской администрацией и в деле наведения порядка с парковками на обочинах дорог и во дворах. Заасфальтировать или сделать парковочное место во всем дворе, чтобы это под каждую машину, то есть это тоже невозможно. То есть это, опять же, ущемление детских площадок, да, зеленые зоны, каких-то, те же коммуникации очень много. То есть здесь вопрос встает тоже такой в комплексе, это все нужно рассматривать. Ставить свои автомобили в гаражах сегодня мало кому хочется. Далеко ходить за машиной, да и угоняют из гаражей часто. В общем, все эти вопросы пока повисают в воздухе по вполне объективным причинам. Надо сказать, что эта проблема имеет несколько вариантов решения, но связаны они с ущемлением чьих-то прав. Некоторые же из них на уровне фантастики, как, например, вариант со строительством тоннелей под переездами. И тем не менее, если замалчивать эту тему, никаких сдвигов в лучшую сторону не будет. Так, на последнем заседании городского совета депутатов было утверждено положение о брошенных автомобилях. Мы постараемся объяснить значимость этого документа. Возможно, скоро ржавые четырехколесные памятники исчезнут из городских дворов. Для борьбы с нерадивыми автовладельцами будет создана комиссия с представителями Адмитехнадзора, ГИБДД, администрации и участковых, которые будут выявлять такие транспортные средства, составлять акты, фотографировать, а в дальнейшем искать хозяина. Собственнику брошенного автомобиля предложат переместить машину в другое место или отказаться от нее. Если мы не находим владельца, то данные транспортные средства транспортируются на спецстоянку и подлежат хранению до того момента, как право собственности не перейдет в собственность администрации муниципального городского поселения Воскресенск. Не обошли вниманием и так называемый неправильно припаркованный транспорт. Чтобы было понятно, предлагаем вспомнить улицу Менделеева зимой. Машины на бочинах мешают дорожной технике чистить проезжую часть. Теперь сотрудники ГИБДД будут крепить на лобовое стекло нарушителей предупреждение. А если автомобиль попадет в их поле зрения повторно, то найти свою машину нерадивый водитель сможет на штрафстоянке. Юристы отметили, что это положение только в самом начале разработки. Вопросов еще очень много, но сама идея депутатам понравилась. Все проголосовали за. На этом я с вами прощаюсь. Свободных вам дорог.